Здравствуйте, друзья! Не удивительно ли, что Бог, наш Небесный Отец, явил Себя нам именно как Отец? Возможно, у вас не лучшее отношение с вашим земным Отцом, и это накладывает отпечаток на ваше представление об Отце Небесном. Но я хочу, чтобы вы представили самого лучшего, доброго, щедрого и заботливого Отца, которого вы хотели бы иметь. Бог может им стать. Не переключайтесь, благословения вам. Одним из самых больших заблуждений верующих является сравнение Небесного Отца с Отцом Земным. Это ошибка, невзирая на то, какими бы замечательными наши отцы ни были. Куда более страшной ошибкой это становится тогда, когда наши земные отцы грубые, злые, агрессивные. В этом случае мы действительно сталкиваемся с проблемой. Сравнение Небесного Отца с Отцом Земным может украсть у тебя великую, ни с чем не сравнимую радость. Возможно, среди нас здесь или среди наших телезрителей есть люди, которым очень тяжело было принять тот факт, что Небесный Отец, вне всякого сомнения, лучше самого великолепного земного Отца. Иногда Господь допускает, что нам приходится проходить через болезненные обстоятельства. Поверьте, я знаю, что такое болезненные обстоятельства. И тогда мы не можем по-настоящему увидеть, насколько велика и неописуема любовь Отца. Я хочу, чтобы ты подумал о Своем Небесном Отце. Несмотря на то, каким бы ни был твой Отец, твой земной Отец, наш Небесный Отец говорит нам, что любит нас тысячи различных способов. Он выражает свою любовь к нам 24 часа в сутки. Со страниц Писания Он постоянно говорит нам «Я люблю тебя». Через благословения, которые Он изливает на нас, ожидаем мы их или нет, многие из них мы воспринимаем как данность. Через эти благословения Он говорит каждому из нас «Я люблю тебя». Через людей, встречающихся на нашем пути, через людей, которых Бог посылает в нашу жизнь, Он говорит нам «Я люблю тебя». Я всегда буду тебя любить. И ничто не сможет повлиять на мою любовь к тебе. Есть еще кое-что. Наш Небесный Отец концентрируется на каждом из нас и концентрирует на нас все свое безраздельное внимание. Что делает Небесный Отец, когда ты приходишь к Нему, зовешь Его и взываешь к Нему? Отец на небесах. Он никогда не говорит «Подожди минутку, я сейчас занят». Не сейчас. «Приди через часик». Он так никогда не делает. «У меня сейчас более важные дела нет». Так Он не скажет. Каждый день, каждую секунду. Наш Небесный Отец внимает нашей молитве. Вы только задумайтесь об этом. В любой момент ты можешь стать частью Его семьи. Двери Его дома всегда открыты. Он всегда ждет с распростертыми объятиями. Каждый кающийся грешник, который приходит к Богу и принимает Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, всегда будет принят в Божию семью. Покаявшийся грешник может назвать Бога Отцом. Мы часто слышим, как люди говорят «Все мы дети Божии». Ох ты, не все мы дети Божии. Все мы творения Божии, да, но только люди верующие в Иисуса Христа могут по-настоящему сказать «Бог мой Отец». Мы вернемся к этому через минуту. А я, знаете ли, задумываюсь, насколько разные представления о Боге Отце у нас христиан. И у тех людей, которые не верят в Иисуса, но утверждают, что все мы дети Божии. Для неверующих Бог — это недосягаемый персонаж. Где-то там, на небесах, где-то далеко. Он наверняка сердится, а может и радуется. Кто его разберет? Но для нас, верующих в Иисуса Христа, Он наш Папочка. Для нас, знающих Его, не как великого властителя, но хоть и всемогущего Бога, Творца неба и земли, все же нашего Папочку. Только принадлежность к Божией семье может дать нам возможность называть Бога Папой. Это такая привилегия, дорогие мои, которую не до конца понимают многие люди, сидя на церковных скамьях. Они не уделяют времени размышлениям о том, что значит называть Бога Папой. Поэтому во времена служения Иисуса на этой земле фарисеи, которые скрупулезно изучали Писание, которые безукоризненно выполняли религиозные обряды, которые не упускали ничего из вида, стараясь исполнить весь закон и сохранить все традиции, они не могли понять. В их головах не укладывалось, как Иисус мог называть Бога своим Отцом. В Новом Завете Он говорил это 70 раз. Они не могли этого понять. Даже изнемогая, в Гефсиманском саду, когда на лбу Иисуса выступал пот, как капли крови, Он использовал арамейское слово, не еврейское, а арамейское слово, пропитанное нежностью к Отцу, «Авва», говоря нашим языком «мой папочка». Дорогие друзья, мы можем называть Бога Аввой, мы можем называть Бога Отцом или Папой, только потому, что Иисус привлек нас к Себе. Без этого мы никогда не смогли бы назвать Бога Папой. Почему? Потому что только Иисус верен. Только Иисус послушен. Только Иисус совершенен. Только Иисус безгрешен. Только Иисус праведен. И только Иисус мог назвать Бога Папой. Я хочу прочитать вместе с вами послание Галатам. Третью главу 26 стих и после этого четвертую главу 6 стих. Послушайте, что сказал Павел. «Ибо все вы сыны, также дочери Божии, по вере во Христа Иисусом. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего, а в Отче». Видите? Он дал нам Святого Духа, чтобы связать Его Дух с нашим Духом. И теперь мы действительно можем называть Его Папой. Обратите внимание, что говорит Павел. «По вере все мы сыны и дочери Божии». И, друг мой, никакая самоправедность, никакие добрые дела, никакие человеческие усилия не смогут это дать. Только кровь Иисуса, пролитая на кресте за нас, дает нам это право. И это привилегия... Да, друзья, это привилегия, которую никто и ничто не может дать нам, кроме Господа Иисуса. И она гораздо больше любой другой привилегии. Это радость, которую большинство людей и мертвые христиане Запада никак не могут понять. Вот почему без веры в Господа Иисуса Христа и Его жертву на кресте никто не может назвать Бога Отцом. Итак, в чем же заключается образ Небесного Отца? В Писании, в Ветхом Завете, Бог снова и снова... Вы просто почитайте. Иногда читаешь и думаешь, «Боже, сколько у Тебя терпения!» Они грешат, а Он прощает. Они опять отступают, а Он снова прощает, восстанавливает все еще раз и еще раз. Через весь Ветхий Завет мы видим, как Бог раз от раза являет Своему народу свое сердце. Талмуд. Люди добавляют свое представление. Талмуд — это набор дополнительных заповедей и подзаповедей, которых Бог не давал. Люди постоянно уходят от того образа Бога, который Он являет им. И вот, наконец, Бог посылает Своего единственного Сына на землю, чтобы явить Свой образ. Иисус Христос призван показать нам, какой Бог на самом деле, показать нам сердце Отца. И во время Своего служения Иисус постоянно повторял «Отец, Отец Мой». И вот в 15 главе Евангелия от Луки Он рисует нам полноценный образ, показывая нам характер Отца, Его природу, Его любовь. И вот Он говорит в Евангелии от Луки, 15 главе, 11 стихе. Люди называют эту историю «Притчей о блудном сыне». А это история. И в этой истории Иисус не ставит целью, чтобы мы выявили две категории людей в церкви по образу двух сыновей. Нет. Это второстепенно. Он не показывает нам два типа людей. Бунтарей, которые в конечном итоге каются, и тех, кто всегда в церкви, но при этом горды, и такие же бунтари. Но Он начинает рассказывать эту историю, описывая нам образ Небесного Отца. И поэтому в самом начале Он сказал «Был один Отец». Иисус пытается достучаться до нас и в корне изменить представление о сердце Отца. Образ Его, Отца Небесного, ярко показан в образе этого Отца в притче о блудном сыне, как мы ее называем. Даже неверующие люди знают эту притчу о блудном сыне. Но мы упускаем самое главное, когда думаем, что эта история о блудном сыне. Она даже не о его гордом старшем брате. Эта история от начала до конца говорит нам об отце. Она о том, насколько сильно он заботится о своих детях. Она о его сострадании к детям. О том, что он страдает вместе со своими детьми. О том, как он быстро прощает кающегося сына. Не упустите это. Отец в этой истории нескор на реакцию. Не упустите это. Когда младший сын потребовал разделить имение и отдать причитающуюся ему часть, он избрал уйти. Так вот, отец позволил уйти. Позвольте пояснить, насколько это не свойственно для Среднего Востока. Если сын придет к отцу и потребует свою часть наследства прежде его смерти, знайте, что отец даст ему обратную сторону ладони. Поверьте, несмотря на жуткую боль и разбитое сердце, он позволил своему сыну уйти. Он позволил ему вкусить плоды своего бунта. Но, когда, нахлебавшись, он вернулся, поджав хвост, отец принял его домой. Он прощает его и возвращает ему его позицию. Когда старший сын, будучи телом дома, а сердцем далеко, когда религиозный, он обменный, старший сын, когда он несправедливо обвиняет отца, отец не стал его ругать. Он просто сказал, «Все, что у меня есть, все твое». Я верю, что Бог желает научить нас через образ старшего сына. Отец говорит нам, «Ты пытался делать что-то своими силами. гордыня стучится в твое сердце, а ты смирись передо мной». Я убежден, что старший сын символизирует те христиан, которые слишком горды, чтобы просить Бога направить их. Это те христиане, чья гордость не дает им просто попросить. Это те христиане, которые ставят свое мнение выше Слова Божьего. Это те христиане, которые считают, что Бог слишком далеко, дабы усмотреть все детали. Мне нужно все сделать по-своему, самому. Поймите, что Иисус, повествуя эту историю, говорит нам о том, что Отец любит их обоих. Он любит их обоих. За один день Он смирил Себя дважды. Первый раз Он смирил Себя, побежав навстречу вернувшемуся Сыну. И вскоре Он оставляет пир и смиряет Себя, чтобы восстановить отношения с возгордившимся Сыном. Он любит их обоих. Отец любит, как тех, кто поступает правильно, даже если они гордятся этим, так и тех, кто ошибается и раскаивается в этом. Сердце Отца разрывается, глядя как на сознательный бомб, так и на осознанную независимость и гордость. Послушай, ты ничего не можешь сделать, чтобы заставить Бога любить тебя больше, и ничто не заставит Бога любить тебя меньше. Ты ничего не можешь сделать, чтобы заставить Бога любить тебя больше, И ничто не заставит Бога любить тебя меньше. Он просто любит тебя. В итоге, когда мы произносим «Отец наш Небесный», мы все равны перед Богом. Кто-то сказал однажды, «Вся земля на уровне Голгофы». Знаете, что произошло с обоими сыновьями? Как с тем, который ушел из дома? Так и с тем, который оставался в доме отца. А знаете, что они оба упустили? Одно и то же. Оба они упустили благословение общаться с отцом. Оба они упустили возможность близких отношений с отцом. Дорогие мои, послушайте, мы тратим попусту время, драгоценное время, находясь вдалеке от сердца отца. К чему стремится наш Небесный Отец? Так это к тому, чтобы мы избавились от страха и приобрели уверенность в том, что мы Его любимые дети, чтобы мы могли иметь постоянное общение, постоянную близость с отцом и радость от этой близости. Ну и последнее я ставил для вас на десерт. Когда Иисус учил учеников молиться, Он сказал, молитесь так, или на основании вот этого, «Отче наш, сущий на небесах». «Перед тем, как уйти, перед своей смертью, перед распятием, воскресением и вознесением, Иисус сказал ученикам, что Я не оставлю вас, кем? сиротами. Я не оставлю вас без утешения. Я пошлю вам Святого Духа». Почему Святого? Потому что это Дух Иисуса. Почему? Для того, чтобы сохранить наш Дух в единении с Духом Отца. Поэтому апостол Павел умоляет нас. Пожалуйста, не огорчайте Святого Духа. Не угошайте Его. Будь то запинающий грех или непослушание, не угошайте, потому что Он ваш лучший друг. Он тот, кто возносит ваши молитвы к престолу Бога и доставляет ответы от Его престола к тебе. Поэтому Павел умоляет. Не огорчайте. Не угошайте Святого Духа. Он внутри нас и также между нами и Отцом. Но сам Отец, где Он? На небесах. Иисус воссел одесную Отца. Поэтому, когда мы молимся, Отче наш, сущий на небесах, мы молимся с жаждой оказаться рядом с Ним. Мы молимся с жаждой того, что радость наша будет совершенной, когда мы окажемся на небесах. Там, на небесах, не будет ни боли, ни страданий, ни искушений, ни ошибок, ни греха, ни слез, ни ран. Потому что Иисус и Бог Отец там, на небесах. Жду не дождусь. Я жду не дождусь. А ты, друг мой, ты тоже? Ты тоже стремишься оказаться там, или надеешься, что это будет еще не скоро? Я молюсь Богу о человеке, который слышит это слово, который не может с уверенностью сказать, что если сегодня умрет, окажется с Иисусом на небесах. Сегодня ты можешь помолиться вместе со мной и сказать такие слова. Небесный Отец, я прихожу к тебе. Я раскаиваюсь в своих грехах. Я прихожу к тебе и верю, что только твой Сын Иисус может спасти меня навеки. Прости меня. Слово Божие говорит, что Божие объятия открыты, ты можешь быть уверен, что Он простил тебя, так же, как Отец в той притче Он принимает кающегося сына или дочь к себе домой. Программа «Указывая путь» выходит в эфир благодаря финансовой поддержке наших партнеров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!